Антитеррористическая операция по освобождению Харьковской областной государственной администрации прошла в течение 15-18 минут. Спецподразделение «Ягуар» по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова работало очень четко, технически слаженно и освободило от сепаратистов здание Харьковской областной государственной администрации. Что касается Донецка и Луганска, на момент, когда мы будем общаться в этой студии с моим гостем, которого я уже анонсировал в предыдущем блоке, остается очень напряженной. Речь идет о неких телефонных звонках, о якобы заминировании, например, здания службы безопасности Украины в Луганске. Строятся баррикады, горят шины и так называемая самопровозглашенная Донецкая Народная Республика, опять-таки по информации, которая приходит из восточных областей Украины, пока по неофициальным каналам, готовит обращение к Российской Федерации и Организации Объединенных Наций. Ну вот такой себе крымский сценарий на востоке Украины. А говорить будем, кстати, ну практически на эту же тему. Местное самоуправление в Украине, развитие местного самоуправления, новая концепция, предложенная правительством Яценюка, три уровня государственной системы управления, создание префектур, отмена областных государственных, вернее, упразднение государственных администраций в регионах, создание исполкома. Много чего наговорило, еще больше наговорили наши управители. Префекты, оказывается, у нас появятся. Что это такое? С чем их едят? Ну префектов, в смысле, да, не те, кто будет ими называться. Мы общаемся в этой студии с руководителем Исполнительного комитета политической партии Союза анархистов Украины Вячеслав Азаров. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. 737-7310, телефон прямого эфира, звоните в эту студию, задавайте свои вопросы. Итак, давайте начнем с того, о чем не любят говорить в нашей стране. Хотим мы того или не хотим, я сам не люблю на эту тему общаться, тем не менее, и такие вещи говорить. Тем не менее, некое подобие, жалкое подобие, вот это уже мое мнение, попыток некого парада суверенитетов регионов в Украине продолжается. Сначала был Крым, был крымский сценарий с помощью Российской Федерации, он реализован к тому, к чему мы пришли. Сегодня попытки на востоке Украины. Одесса как-то, вот, слава богу, оказалась в стороне. Вячеслав, по мнению Союза анархистов, вашему личному мнению, что же это такое? Это власть здесь, в Одессе, удержала ситуацию? Б, это одесситы вот так отреагировали на ситуацию в стране. В, это недоработка Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Отвечайте. Первый вопрос. Ну, я думаю, что это прежде всего проявление житейской мудрости, гражданской философии одесситов. То есть, здесь сразу было понятно, что отделение регионов от одного государства и присоединение к другому не может влечь за собой какое-то облегчение административного давления на граждан. Скорее наоборот. Наоборот, перетурбация власти, она ведет всегда к чрезвычайным положениям, к увеличению давления власти на человека. Поэтому, вот мой личный рецепт, наш рецепт того, как погасить весь этот парад суверенитетов, это вместо того, чтобы проводить реформы по рецептам МВФ, которые сейчас начинаются, надо срочно привести административно-территориальную реформу, дать на места максимум полномочий. Люди уйдут с улиц, они будут заниматься обустройством собственной жизни. Кто не уйдет, обустроят без него. Это очень просто, понимаете? То есть, надо дать максимум свобод, и когда будет перекраиваться карта влияния, карта полномочий власти с центральной на местную, все будут заниматься этим. Все общественные организации в этом заинтересованы, которые только не агенты других государств, разумеется. Но те останутся просто в вакууме. То есть, весь народ... Слушал, смотрите, вот я слышал ваш ответ, и у меня вот две такие мысли появляются. Первый вопрос, я не скажу, что с удивлением воспринял ваш ответ, тем не менее, вот чувствуется оттуда энергетика по ту сторону экрана. Сегодня Союз Анархистов Украины, наверное, будет официальное заявление, вы представляете официальную организацию, выступают за единую неделимую Украину. Правильно я вас понимаю? Конечно. Вот это здорово. Это первый вопрос. Ну, а второй. Ваш рецепт, он прост. И мне кажется, он действительно есть некое здравое зерно. Тем не менее, сегодня предложенная концепция, она не ваша, не Союз Анархистов. Она государственная. Представлял ее Яценюк, потом вице-премьер Гройсман, система трех уровней, как я сказал. Упразднение областных государственных администраций. Вообще, насколько это сегодня эффективный шаг? Как вы думаете, создание исполкома? Вот вы как представитель исполкома, правда, политической партии. Что это такое? Ну, во-первых, на понимание сначала наше мировоззрение. То есть, есть разные концепции анархизма, в отличие от революционного анархизма, который пытается до основания, а затем, то есть мы анархисты-эволюционисты. Мы за постепенный демонтаж властных иерархий, приближение центра принятия решений от свершин государства к простому человеку, гражданину, основному носителю власти в этой стране. И в этой связи, то есть, когда я у Яценюка услыхал ключевую концепцию демонтаж власти, лозунг, который висит на шапке нашего сайта с 2005 года, то есть я понял, что в этих процессах мы союзники. Понимаете? То есть, что такое губернаторы и госадминистрации? Это президентская вертикаль власти, когда граждане выбирают одного гражданина-президента, а он по своему разумению назначает наместников, губернаторов на местах. Понимаете? То есть, ликвидация администрации, ликвидация огромной иерархии президентской власти, она облегчает, как бы, вот, ношу государственности для каждого человека. Она смещает центр принятия решений касательно его жизни ближе к нему. Вот что такое старое хорошее слово было в перестройку? Разгосударствление. Очень широкий запрос сейчас в обществе я вижу на разгосударствление, на демонтаж вот этих иерархий, которые подчиняются только вышестоящим начальникам и не подчиняются гражданам, которые их кормят, которые выбирают их. Понимаете? Вот, ликвидация обладминистрации, это значит, приближается центр принятия решений на уровень регионов, значит, советы, которые выбраны гражданами, выбирают из полкома, и самое главное, гражданам легче дотянуться до этого уровня власти, легче с него потребовать отчета, проконтролировать его. То есть, безусловно, вот этот процесс демонтажа, он демократичен. То есть, фактически, что такое анархизм? Это всеобщее самоуправление. Когда каждый человек в равной мере, вот что такое анархия, в равной мере наделен властью, и нет посторонней силы, которая тобой командует. То есть, любое движение в эту сторону, есть разгосударствление или анархизация общества. Любое наше слово, это движение к телефонному звонку телезрителя, уже есть первый телезритель на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире говорите. Добрый вечер, спасибо за эфир. Я, может быть, сейчас наивный вопрос задаю. Вот нам сообщили, что несчастную небесную сотню убивал Беркут. А кто убивал Беркут? Нам никто не сообщил. Их же раньше убивали, чем эту сотню. Вот кто их убивал? Есть ли уже какое-то решение? Можете ли вы сказать? Спасибо за вопрос и за внимание. Вот такой вопрос возвращают нас все-таки к событиям Майдана, что вполне естественно, я думаю, к теме Крыма мы и сами тоже вернемся. Опять-таки, поговорим об опыте самоуправления. Вот такой вопрос. Слава, есть ли у вас информация? Мы, опять-таки, пользуемся... Валентина Ивановна, я знаю, что это вы звонили теми же источниками, что и вы. Пока я знаю то, что знаете вы. Плохо это или хорошо, но знаю. Ну, во-первых, в числе небесной сотни есть два анархиста. То есть наши товарищи, один просто бывший член нашей организации «Скоростень», а другой эколог-анархист из Харькова. То есть они там погибли. Ну, как бы нет оснований совсем не доверять правительству, но лучше, когда такое расследование проходит при участии общественности. То есть сейчас время такое всеобщего недоверия. Понимаете, надо как бы укрепить доверие людей, как можно больше их привлекать ко всяким комиссиям, ко всяким, как всякого рода принятиям решений. То есть, я думаю, еще будет не одно разбирательство. И этот вопрос о Беркуте, к сожалению, погибшем там. То есть люди подневольно их толкали на это дело. Я же не думаю, что они профессиональные убийцы. Они так же само выполняли задачу государства. Есть приказ, да, но есть определенные, конечно, моральные вещи. Есть такая формулировка невыполнения заранее преступного приказа. Хотя, как может, я вот всегда тоже задаю вопрос. В той ситуации, не говорю сейчас о Майдане, человек получает приказ и должен раздумывать, да, преступный, неприступный, листать книжку и так далее. Ну, там же еще такой драйв. Да, да, много вещей. Ладно, перейдем с этой темой, все-таки вернемся к другому. Я вот о Крыме почему хотел поговорить. Смотрите, до недавно считалось, что, по крайней мере, в Восточной области они кормят Украину. Этот миф, который раздувался, который насаждался, в том числе нашими олигархами, он оказался пустышкой. Прекрасно знаем, что дотационными как раз являются и Донецк, и Луганск, и Харьков. И до недавно Крым, наш Крым, Крым получал, выдавал на гора 1 миллиард 940 миллионов гривен в государственный бюджет, из государственного бюджета Украины, в том числе от нас с вами, от вас, уважаемые телезрители, получал еще 4 в придачу. То есть, тут как бы наоборот, нонсенс такой некий, да, то есть потеря Крыма, мы еще где-то что-то выиграем в деньгах. Злая шутка, черный юмор. Тем не менее, все-таки, мне кажется, в тех сепаратистских настроениях, а там очень часто говорят о референдумах, о местном самоуправлении, звучат неэкономические штуки. Хотя нет, говорят больше об экономике. Вот мы будем с Россией рядом, будем развиваться больше. Все-таки, когда мы говорим о местном самоуправлении, Вячеслав, с точки зрения Союза анархистов, вашей лично как гражданин, что же лежит большего в этом понимании местного самоуправления? Экономика, некие моральные устои или политика? То, чем сегодня занимаются на самом деле сепаратисты? И рецепт от вас, как можно ситуацию, опять-таки, вот сегодня накаленную в восточных областях, все-таки немножко успокоить и вернуть все в лоно свое? Сложно, я понимаю. Но тем не менее. Ну, начнем с того, что конкретные требования сепаратистов, они сейчас выступают за отделение, но если мы посмотрим ретроспективу этих требований, то сначала они были достаточно умеренными. То есть я тоже разделяю, скорее всего, там есть разные группы влияния, вероятно, есть какие-то и засланные люди, но есть и достаточно искренние граждане восточных областей, которых не слышат. Не они делали Майдан, но они, как граждане, полноправные граждане этой страны, имеют право быть услышанными новым правительством. Как выходить из этой ситуации? Ну, я думаю, то есть я, как анархист, считаю, что надо отдавать максимум полномочий на места, надо максимум высвобождать социальную энергию, творческую и экономическую энергию масс на местах, чтобы они поднимали эту страну. Каким образом? Вот дайте сразу, вот пощупать хочется, да, вот есть лист бумаги, его видно, его можно потрогать. А вот куда эту энергию излить? Дерегулирование. Каким образом? Ну, децентрализация власти проходит. То, что обещал Яценюк, как бы максимальное количество полномочий на уровень местного самоуправления. А что с этими полномочиями дальше делать? То есть для меня самоуправление, это не значит, что нами самоуправством занимается мэр или горсовет. Это значит самоуправление до самого нижнего звена, до ассоциаций предпринимателей, до каких-то домовых комитетов и территориального самоуправления кварталов. Минимальное количество контроля, максимальное количество, ну, вернее, рамочный контроль за тем, что происходит передача полномочий по профилям. Ну, скажем, есть такое хорошее начинание, было уже 10 лет в Одессе идет, как социальный заказ. Вот это хороший пример. То есть это тендер, когда на оказание каких-то услуг социально незащищенным слоям населения проводится тендер среди профессиональных общественных организаций. Вот действительно, кто знает лучше проблемы инвалидов, чем организации инвалидов, но явно не какой-то чиновник в собесе. То есть постепенно отдавать полномочия от органа местного самоуправления профильным ассоциациям, в том числе и ассоциациям предпринимателей, дирегулирование во всех странах ведет к взрывоподобному развитию малого бизнеса. То есть, когда человеку дают заработать, он зарабатывает, надо, чтобы украинцы, трудолюбивый народ, поднимали свою страну сами. Никакие олигархи не справятся с той задачей, с которой справятся миллионы украинцев, если их освободить. Ну, может, те, которые справятся, если фамилия Коломойский, по крайней мере, так это вот сегодня подается. Вот видите, Днепропетровск, вот, по крайней мере... Понимаете, то есть это проблемные области, они считают, что лучше, правительство новое считает, что лучше иметь дело с одним человеком, чем с массой. Ну, как это подается, как тактическое, а как оно сохранится? Посмотрим. То есть критики уже говорят, что это феодализация Украины. Ну, она продолжается, знаете, наверное, так уже создание таких официальных рамок феодализации Украины. Ну, знаете, есть встречное движение, вот снизу то, что называлось очень модное слово и на Майдане было, самоорганизация населения снизу. То есть, понятно, любой орган власти, если он не находится под контролем граждан, как там Лорд Актон говорил, власть развращает, абсолютно власть развращает, абсолютно. То есть нужен контроль. А для того, чтобы был контроль, граждане должны получить гражданскую компетенцию, навыки, как этот контроль производить. И это происходит, то есть вот обретение такой компетенции, вот в движениях, подобно том, в котором мы участвуем, известный генеральный протест. Об этом чуть позже. Есть телефон из ног. Здравствуйте, вы прямо в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. К вашему гостю два таких момента. Анартизм. Я знаком с работы Настера Махно, почитал, он в эмиграции в Париже уже писал. На мой взгляд, это тоже высшая степень проявления гражданского общества. Но, такой момент. Вы попробуйте у нас людей, 15 человек в парадной, организовать лавочку, скрутить элементарно. То есть патерлистическое общество, которое просто сидит с открытым в том, и ждет, когда ему кто-то что-то принесет. Народ, подавляющий, в большинстве встает, не готов организоваться для того, чтобы, ну, как вот он вращел к советским режимам, все люди знали, пришел, ему там, вот это вот прислывают. Понятно. С первого вопроса въяснил, а второй вопрос. А второе, опять же, вытекает из первого. Вот эти вот какие-то глупли услышать восток, запад, юг и тому подобное. А что слушать? Просите вот этих глупцов, которые кричат про федерализм, вы их спросите, они знают значение этого слова, они по мне не оттеснят, они расшифруют. Ну, то есть, людям шаблон вложили в рот, сказали, что кричат, но за них кричат глупости. Поэтому, мне кажется, наше общество, к сожалению, пока что не готово. Я сам с удовольствием бы, да, не в федеративном возрасте, но в гражданской обществе. Понятно. Да, спасибо. Вот два таких вопроса. Общество потребителей, это советское общество, народ не готов саморганизовываться, и федерализация, как ее понимают в Одессе в том числе. Я понял. То есть, по первому вопросу, для этого существуют определенные гуманитарные технологии. То есть, не берутся люди, вот конкретно дом любой, в который захочешь зайти, и там попросить вкрутить лампочку. А начинается развитие гражданского общества с тех узлов социального напряжения, где людям реально больно. То есть, вышли люди защищать склоны, они получили какой-то опыт самоорганизации, защиты своих прав. Ничто так не вдохновляет людей, как чувство победы над произволом, который в течение лет отравлял их жизнь. А у них получилось, они идут дальше. Мы пробовали, действительно, на выборах 2010 года заводить просто дома, у которых ничего не случается, а просто соседние. Либо мы сначала общались с лидерами мнений. Обычно это старушки возле домов. Я живу на Молдаванке, на Мясоедовской. То есть, там такое. То есть, они постоянно нашептывают людям, что надо бы, надо бы как-то взяться, надо сделать. То есть, критическая масса напоминаний вырастает в что-то уже практическое. Более конкретное, протестное. Другой пример, вот то, что, когда была опасность беспорядков в Одессе в конце января месяца, мы создавали генеральным протестом, и анархисты участвовали, домовая самоохрана. То есть, одни кричали мы там за белых, другие за красных, а мы призывали одесситов Ходили ночью по улице. Защищать свои дома. Это не мы ходили. Ну, то есть, начинали анархисты и члены генерального протеста, а потом рядовые жители. То есть, защити свой дом, не надо ничего делать. Это очень просто. Созвонись с соседом, встреться, возьми собачку, и пройдитесь вечером погулять. Понимаете? И он уже охраняет свой дом, он охраняет порядок на своем квартале. Несколько домов так делают, идет слух, и в эти кварталы вечером не лезут хулиганы. Потому что можно на взрослых мужиков нарваться с собакой. Вот, то есть, надо постепенными шагами понимать технологию, как это делать. Но эти технологии, в том числе, анархизм разрабатывает. То есть, как людей приучать к самостоятельности. Это вот если вкратце по первому вопросу. И второй вопрос федерализации. Ну, во-первых, надо разговаривать всегда с умеренными, а не с оголтелыми. То есть, у человека, у которого там включен какой-то пунтик, он может и хороший, но вот на эмоциях такой. Я хочу все время в людях видеть лучшее. То есть, с этими пока не надо говорить. Надо с умеренными, которые бы же читали предложения того же Куликового поля в Одессе, которые требовали оставлять 70% налогов на местах, выборность судей и губернаторов, ну и еще что-то требовали, не буду сейчас называть, что нам не подходит. Так вот, говорить с теми, кто предлагает, что подходит. Это постепенное перетекание, форматирование общественного мнения, уводить, может быть, какие-то радикальные группы, которые не видят плавных выходов и решений, уводить от вопросов сепаратизма, вопросы защиты, как бы, собственного дома. Вот давайте установим гражданское общество у себя в городе, подождите там, понимаете, в любую страну, какую не пойдешь, если, вот как я говорил, то есть, если чиновник бесконтролен, он вылезет на голову. Поэтому надо сначала научиться контролировать, сделать у себя, а потом определяться, ну, я думаю, то есть, вот почему мы за целостность страны, кроме того, что я говорил, потому что у нас создался определенный микроклимат, микроклимат, мы работаем с этим обществом, а то общество мы не знаем, понимаете, нам бессмысленно с ним начинать работать, это отбросить себя назад на многие годы. Здесь люди тянутся, здесь люди тянутся к самоуправлению, вот этот бренд особенно, то есть, я во всех лагерях, на Майдане, на Антимайдане, какие-то элементы того, что написано в нашей программе с 2012 года, мне жалко, что мы это не возглавляем, но мне очень радостно, что это везде звучит. То есть, просто общество начало взрослеть. Есть телефонный звонок, добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Да, да, добрый вечер. Добрый вечер, у меня вопрос, здравствуйте, Виталий Владимирович, меня зовут, к анархисту. Вот как он относится к советским праздникам, которые, вообще, советский строй не признавал анархистов. Вот, советским праздникам, таким, как 1 мая, вот, у меня победы. Я бою, я бою, спасибо. У меня есть, что ответить. Я знаю, что у вас есть, отвечайте, у меня тоже есть. Хоть у меня анархисты есть, что отвечать, Вячеслав. Я вот уважаемому зрителю отвечу, он, наверное, не знает, 1 мая, это вообще главный праздник анархистов всего мира. То есть, большевики приватизировали анархический праздник. Все говорили, что он празднуется в память, ну, в знак солидарности, в память о чикагских рабочих, казненных, но никто не говорил, что они были все анархистами. Понимаете, то есть, это вот наш праздник, мы его празднуем, мы по-своему, это праздник трудовой солидарности, это праздник производственного самоуправления для нас, то есть, это нам близко. Победа над нацизмом во Второй мировой войне, но тоже, в свою очередь, близко не с тех позиций, какой режим побеждал, а с тех позиций, какой режим победили. То есть, понятно, это было тоталитарное общество, анархисты прямая противоположность полному контролю государства, его подавлению. Поэтому мы приветствуем этот праздник. Такой курьез, вот на 10 апреля я буду поздравлять одного из наших активистов, у нас есть Владимир Николаевич, ему 74 года, он анархист, он с моей матерью в детстве, они дети войны, в книжном переулке бросали камушками в румынских солдатах. И он сейчас занимается анархизмом. Невероятный человек, понимаете? Я его спросил, а зачем вам это? Он говорит, а я уже от государства ничего хорошего не увижу. Я что-то буду делать для других. Кстати, вот мы говорили о протестных настроениях в самоорганизации населения. С 12 апреля транспортик обещает повышение цен на проезд в маршрутках до 3 гривен. Объясняют это понятно чем. Рост цен на топливо и так далее и тому подобное. Меня вот удивляет, но с математикой вроде все нормально. В Полтаве повышают на 25% и пишут, после повышения цена будет составлять 2,50. Я вот думаю, неужели в Полтаве намного дешевле тот же бензин или дистопливо, чем у нас? Но вопрос не в этом, не в экономике. Народ молчит. Уже, правда, возмущаются потихонечку в маршрутках. Но верите ли вы в то, что выльется это в некие акции гражданского общества? Я не говорю протестные, просто акции гражданского общества. Не надо переворачивать маршрутки, тем не менее. Исполком, кстати, уже согласился, наш Одесский городской, с тем, что повышение будет. Вот что с этим делать? Вот с такими случаями? Ну, к сожалению, это проявление инфляции, падение курса гривны. То есть экономически все-таки обосновано? Да, экономически обосновано. Единственное что? Вопросы, как с этим бороться? То есть есть определенные устоявшиеся маршруты и транспортные предприятия, которые ими занимаются. И это определенный как бы держит... Но при этом работа с населением, с вашей точки зрения, должна проходить определенная или нет? Конечно, люди должны защищать свои права. Ну, в рамках. Люди должны понимать, почему идет такое повышение. С ними должна идти работа? Понимать и требовать каких-то смягчений, каких-то решений, но конструктивно требовать. То есть мы не отрицаем, что вот из-за падения курса гривны, как бы увеличились цены. А мы требуем решения этих вопросов, чтобы цены снизились. Один из рецептов это выдавать лицензии широким фронтом. То есть вот на любой маршрут, кто дешевле может возить и пройдет техосмотр, так кустоты возит. То есть сделать открытый тендер. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Еще раз. Я у меня вопрос к ведущему насчет 10 апреля празднования. Вот вы так славненько беседовали с Царевым. Вы мне не подскажете, он сюда приехал к нам испортить праздник. Ну давайте так. Славненько, не славненько, славненько, не славненько. Да, я знаю, что у многих... Я был в Киеве, я знаю, что здесь были звонки Славы. Спасибо за звонок. Слава, спасибо. Значит, пока я отсутствовал, был командировки в Киеве, здесь звучали вопросы, почему в этой студии оказался Царев. Ну, во-первых, я предупредил, что и вы, если вы умный телезритель, я на это надеюсь, вы все прекрасно видели сами. По принципу, а еще я туда ем. Если понимаете, о чем я, вы понимаете. Почему здесь оказался Царев? Потому что он кандидат в президенты Украины. И по закону мы не имеем права никому из этих господ отказать в нашем прямом эфире. Вот такая моя позиция. А вы сами делайте выводы и больше не выбирайте тех, которых вы потом сами же и проклинаете. Кстати, что касается кандидатов в президенты, я попрошу подсказать, сколько минут у нас до конца эфира остается. Я понимаю, что буквально три минуты, не ошибся. Что касается президентских выборов, а давайте не президентских, выборов городского головы. Это ближе. 25 мая. С чем пришли? К тому, что снова выбор без выбора, Вячеслав? И будете ли вы принимать Союз анархистов в этом участии? Мы пока окончательного решения не приняли. То есть мы реально оцениваем свои силы. Если и будем участвовать, то только для пропаганды своих идей. Но я скажу, что это не совсем выбор без выбора. То есть, понятно уже, ведущие фигуры, которые будут, интересно, на что они будут ориентированы. То время, когда президент, в смысле, когда мэр однозначно ориентировался на президента. И все в этом городе зависело от того, хорошее отношение с президентом у мэра или нет. Ну, как у Гурвица были с Кучмой не очень хорошие. И у нас был штурм Бопом, который мы защищали тогда еще начинали. Вот. И было чрезвычайное положение. А Костюсев был совсем слабый. И его просто ревизоры из администрации президента выгнали. Вот. Написал заявление. Сейчас в другое время должен перестроиться, мне кажется, мэр ориентироваться на структурированную общественность города. Если он поймает эту струю, вот новую, самоорганизации, самоуправления и обопрется на миллионный город, которых очень мало в этой стране, а его никто всковырнуть не сможет. Но он, конечно, должен переориентироваться с чиновников, с раздачи каких-то постов на общественность, на реструктуризацию управления городом, отдачу каких-то полномочий на самый низовой уровень. То есть... Ну, насколько я понимаю, у вас есть свои наработки, в том числе у всех анархистов. Конечно, да. Я, по крайней мере, это вижу и по фейсбуку, и по вашему сайту. Спасибо огромное. Еще раз мне напоминают, что очень много вопросов по Цареву. То, что он кандидат, я уже сказал. И процитирую первого вице-премьера Виталию Яремову. Он сказал так, что открытое уголовное производство в отношении граждан Царева и Колесниченко. Колесниченко, кстати, уже сдал мандат, сбежал в Россию, получил там гражданство. Царев еще пытается поучаствовать в президентской гонке. Так вот, Яремов сказал, что этих граждан-сепаратистов надо привлекать к уголовной ответственности. И вот что, дорогие мои, как говорит Игорь Николаевич Покровский, я вам отвечу. С Виталием Яремов, первым вице-премьером Украины, я согласен. На этом тему Царева закрываем. А в этой студии, если он появится, звоните, задавайте вопросы. И думайте, когда выбираете. Вячеслав, еще раз спасибо.